17 сентября в 10 часов пройдет четвертый этап первенства Жердевского района по маунтинбайку. Место сбора – городской пляж. Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов ЯН в торговом центре Олимп. По адресу город Жердевка, улица Октябрьский, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение Новый век Жердевка. Год назад в Тамбовской области начал реализовываться проект «Новая регистратура». Его главная цель – сделать посещение поликлиник более комфортным. Насколько это удалось, узнаете из сюжета. Благодаря этому проекту в нашей регистратуре добавилось еще два сотрудника – администратор и специалист колл-центра. Последний занимается обращениями пациентов по телефону. Колл-центр организован с целью принятия всех телефонных звонков, которые поступают в регистратуру. Это вызовы на дом, это предварительная запись на прием к врачу и вся справочная информация. Таким образом, телефонные звонки больше не отвлекают внимание регистраторов, сидящих у окошка, или, как они сейчас называются, специалисты фронт-офиса. Их основная задача – вежливо и быстро обслужить больного. Для этого наши специалисты уже прошли специальные курсы по проекту «Новая регистратура». В итоге поток пациентов стал более организованным. Люди записываются заранее и приходят на прием к назначенному часу. Это заметно снизило очередность ко многим врачам Жердевской поликлиники. Правда, не ко всем. Да, окулист у нас врач в единственном числе, но очередность в основном складывается из лиц, проходящих платный медосмотр. Платный медосмотр у нас осуществляется после приема пациентов по ОМС, поэтому здесь небольшая нагрузка, очередность у врача по-прежнему есть. Будем стараться его отрегулировать, очередность через платное окно. А вот нагрузка у врачей-терапевтов с 1 сентября разделилась. Часть пациентов теперь будут лечить два молодых специалиста. Один приступил к своим обязанностям в районы поликлиники, второй – в городской. Так что проблема с очередностью постепенно теряет свою остроту. Да и, как выяснилось в ходе опроса, у посетителей поликлиники к нашим медикам только чувство благодарности. Антонина Ивановна, вы часто обращаетесь в поликлинику? Да, довольно-таки часто. Вам приходилось сталкиваться с каким-то проблемным? Ну, вы знаете, я даже, честно говоря, не назову никакой проблемой, потому что ко мне, например, хорошие всегда отношения. Может быть, как бывший медработник, как все говорят, но, вы знаете, не только я, у меня есть знакомые, не медики, обращаемся. Никаких проблем у нас нет. Я считаю, что сейчас вообще коллектив у нас здесь хороший, несмотря на то, что очень много пенсионного возраста, и мы им очень благодарны. Всегда с пониманием относятся, всегда внимательно. Екатерина Ивановна, может быть, у вас есть какие-то замечания по работе в поликлинике? Вы знаете, ничего не могу сказать. Если бы я здешняя была, может быть, я что-то и заметила. А так мне нравится. Я, в общем-то, не могу сказать плохого. Не знаю, там хорошо и в Тамбове, и тут хорошо. А чтобы было еще лучше, еще удобнее получать первичную медицинскую помощь, как раз и разработан и введен в действие проект «Новая регистратура». Он предполагает вежливое обслуживание пациентов, стимулирующие выплаты специалистам регистратуры за хорошую работу, а также пять способов записаться на прием. Самый первый и привычный – обратиться в регистратуру. Второй – это через информационный киоск. Вот у нас информационный киоск установлен. Установлен здесь алгоритм, как им пользоваться, и помогает администратор регистратора записаться пациенту через информат к специалисту. То есть пациент минует даже обращение в регистратуру. Есть две формы дистанционной записи. То есть, имея возможность ввести в интернет, пациент может записаться через портал Госуслуг Российской Федерации и через портал Тамбовской области. И существует телефон многоканальной связи. Звонок по этому телефону бесплатный. Номер телефона 8 800 200 ровно 24 21. Таким образом, очередь у кабинетов врачей частично удалось сократить. А это значит, что проект «Новая регистратура» оправдывает свое название и назначение. За 8 месяцев 2017 года на обслуживаемой территории отделением ГИМДД ВМВД России по Жильевскому району зарегистрировано 13 дорожных транспортных происшествий, при которых 3 человека погибло, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. ДТП, совершенный по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения – 4 факта. По видам ДТП столкновение – 3 факта, опрокидывание – 4 факта, наезд на пешеходов – 2 факта, наезд на препятствия – 1 факт, наезд на настоящее транспортное средство – 2 факта, падение пассажира – 1 факт. Причинами совершения автоваварии явились несоблюдение бокового интервала, неправильный выбор дистанции, выезд на полустречного движения, непредоставление преимущества права проезда, нарушение правил обгона, нарушение правил расположения транспортных средств, иные нарушения пешеходов, несоответствие скорости конкретных условий движения. В ДТП с участием водителя, управляющего ТСС в состоянии алкогольного опьянения – 4 факта. Это столкновение, опрокидывание, наезд на препятствия. За отчетный период предоставленный услуг – 1350. Посредством в сети интернет, поданных через портал государственных услуг – 1302 заявления в электронном виде. Из них предоставлено государственных услуг – 1118. Участковому полномоченному полиции в МВД России по Жельдовскому району, в селе Бурнак Жельдовского района, был остановлен автомобиль марки «ВАЗ». Данный водитель имел признаки алкогольного опьянения. При проверке документов сотрудникам участковому полномоченному полиции было установлено, что данный гражданин был лишен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. По автоматизированным базам данных было установлено, что в действиях водителя автомобиля марки «ВАЗ» усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 264 Уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторным отказом от прохождения медицинского освидетельствия. В отношении нарушителей могут быть применены следующие меры уголовного воздействия. Штраф от 200 до 300 тысяч рублей, штраф в размере зарплаты или нового дохода, осужденного за период от года до двух, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. ВОЗ-автоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы стали свидетелями управления транспортным средством, водителем, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте в ближайшем на ряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов 8-920-236-4-1 или 02. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни. Инспектор ДПС при получении такой информации реагирует оперативно и задерживает пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас в понедельник на телеканале РЕН-ТВ в 19.20, а также в социальных сетях в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видео аппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников. Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов ЯН в торговом центре Олимп по адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь.